Две с половиной тысячи участников, более сотни самодеятельных коллективов, шквал аплодисментов и новые таланты. С такими итогами завершился седьмой фестиваль духовной грани Алроса. Его красочную точку поставил четырехчасовой галоконцерт на сцене Дома культуры «Алмаз». Своими впечатлениями от увиденного поделятся наши коллеги. Я свободен, дай булани во сне. Свободен, раскован, талантлив и счастлив не только Эльфат Галлиудинов, но и все участники галоконцерта. Улыбки они скрывают на сцене и за кулисами. Поздравляют друг друга с заслуженными наградами, знакомятся с новыми звездами. Кстати, возраст последних не ограничен. Потому что прадед мой по крови за Россию нашу в землю лег. Подвиг наших воинов-героев знаю, помнит не один народ. В заключительном галоконцерте приняли участие все подразделения компаний. Порадовали и дебютанты районной больницы, управление образованием, детские сады. Леет мотив концерта юбилейные даты страны и Алросы. Исторические зарисовки сменяют одна другую. На сцене славянские напевы, якутские пляски, революционные постановки. По словам организаторов, на фестивале нет ни одного профессионала. Хотя в это трудно поверить. Прекрасный вокал, живая музыка, необычные танцевальные постановки заслуживают наивысших оценок. Зрители в восторге. Каждое выступление срывает шквал аплодисментов. Я испытываю чувство гордости за свою страну, за Якутию, за компанию Алроса. Что здесь работают такие чудесные люди. Такой восторг, такая красота. Просто, я не знаю, как профессиональные актеры. Очень приятно знать и ощущать, что рядом с тобой работают такие талантливые люди, которые не профессионалы, но тем не менее, вот на таком высоком уровне могут показать свои таланты и доставить удовольствие всем нам. После шести месяцев отборочного марафона выбрали лучшие номера и постановки для гала-концерта. Выдающихся определили в номинациях и в своих подгруппах. Смотр-конкурс подразумевает два этапа. Первый этап у нас прошел, начиная с ноября-декабря в прошлом году. И, собственно, вот второй этап уже. На протяжении вот трех с половиной месяцев, примерно после Нового года, мы смотрели постепенно, члены жюри собирались и ездили. Вайхал, Удачный, Ленск, Мирный. И посмотрели 15 творческих отчетов. Главная интрига сохранялась на протяжении всего концерта. Победители конкурса огласили в конце. Ими стали работники совхоза «Новый», авиаторы. И, наконец, среди горно-обогатительного комплекса лучшую программу показал Айхальский комбинат. Это вообще-то творческий процесс. Сначала у нас проходил первый тур. По итогам первого тура, смотра конкурса «Духовные грани», мы сделали общую программу от Айхальского ГОКа. Естественно, придерживались всей темы. Четыре темы были. И мы старались охватить буквально все. А лучшие номера наши жюри отобрали. И сегодня мы выступаем у вас в городе Мирный. Надеемся, символичное число 7 стало счастливым началом творческой карьеры для участников фестиваля. В будущем ждем ярких постановок и талантливых номеров от организаторов «Духовных грани» Алроса. Наталья Николаева, Злата Курбанова, Тимур Ширыжик, Илья Засухин, Алексей Меркулин, телеканал «Амазный край».